Варнинская культура 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 для своих нужд так и дальше мы переходим в следующий зал и я вам показываю самое главное с нашей точки зрения это изделие из золота вот такие массивные браслеты и какие-то маленькие там монетки в которых вернее это не монетки это вы выпуклости такие в которых проделаны дырочки то есть их нашивали на материал вот дальше вы посмотрите какая ровная пластина из золота а я вам должна сказать что я просто напоминаю температура плавления золота 1063 градуса естественно что это не чистое золото но это вот кремнии да вот эти золотые пластины это не чистое золото это сплав золото меди и серебра в определенных пропорциях и вот посмотрите значит там они это я вам показываю то есть какие делали тонкие пластины да вот их сворачивали но например для того чтобы поставить на рукоятку вот такого молотка я еще раз повторяю это 7000 лет до того как мы с вами появились на свет сейчас на другую витрину мы переходим я вам покажу то что является как бы символом вот этой коллекции да это изображение правильно дорогие мои ставьте лайки и делайте пожалуйста перепосты чтобы как можно больше людей это увидела и сегодня у нас с вами уникальная возможность потому что при открытии выставки значит вот мы имеем вот смотрите вот такие детальки делали андам то есть опять-таки которую украшали одежду вот мы имеем уникальную возможность потому что в другое время конечно в музее никто не разрешит отсюда делать прямой эфир а вот видимо ну я не знаю какие-то кольца вот такие вот смотрите какие тонкие золотые проволочки или вот делали какие вещи и нанизывали их на то есть это вот серьги насколько я понимаю да вот а сейчас я вам покажу человека это захоронение ну поскольку в тот момент ученые уже доказали что 7 тысяч лет назад в этой варнинской культуре было расслоение социальное то это видимо захоронение какого-то богатого человека и я вам должна сказать вот мы все время пытаемся почему-то представить что люди были такие небольшого роста да вот мне кажется шум но под два метра это точно и посмотрите значит то есть вот так как было это найдено в захоронении здесь инструменты из малахита каменные топоры и браслеты на руках золотые да золотые украшения в виде бус вот значит золото золотом украшен череп вот это наш с вами предок значит находятся глиняные сосуды вот такие вот вместе с ним захоронение а сейчас я вам покажу реконструкцию человека этого я уже выкладывала ее как-то на фотографии ну немножко в другом виде вот посмотрите значит это реконструкция человека который жил 7 тысяч лет до нас с вами вы смотрите какой интеллигентный у него вид но еще бы для того чтобы человек умел плавить металлы делать сплавы делать тончайшие совершенно изделие из вот этих металлов это извините интеллект должен быть еще тот нам у него учиться и учиться так я жду когда вы оцените вот этого мужчину и поставите все таки лайки такие потому что я вам показываю абсолютно уникальные вещи еще кстати один момент а значит тогда люди уже научились не только обрабатывать кость глину дерево металлы но и смотрите вот я вам показываю изделие из глины да которые на которые нанесена позолота причем удивительно абсолютно что все эти изделия уже имеют крышки которые просто великолепно подходят к сосудам мужчина красивый мужчина очень интеллектуальный я думаю что его айкью за из шкаливает ну и вот еще значит изделие из золота тоже вот посмотрите какая мелкая до ювелирная действительно работа тончайшая работа вот и еще я сейчас пройду в другие залы и покажу вам значит вот это знаменитые маски ну это то что осталось от части масок да то есть вот захоранивали людей какого-то знатного происхождения в таких масках вот значит еще момент такой мне хотелось бы вам показать инструменты которые ну вот кстати говоря вот смотрите какое сейчас насколько мне удастся это передать вам показать это кольцо такое спирали видно я из золота вот и значит вот еще одно захоронение но это какой-то маленький человек да то есть это может быть скорее всего ребенок это вот какая сохранение такое характерное в позе эмбриона да и вот еще очень интересные сосуды которые меня удивили я таких никогда не видела то есть они не круглой формы не овальной формы а видите такой формы квадратной вот вот такие вот вещи и самое конечно интересно то что в этих захоронениях найдены инструменты более ста шестидесяти наименований инструментов которыми как раз вот и обрабатывали золото то есть и плавили и вот этот процесс сейчас полностью восстановлен как в то время возможно было плавить золото как это все происходило что с ним делали и я это все буду вам рассказывать подробно потому что на тех научных конференциях на которых я побывала здесь в Болгарии все это рассказывали это вообще конечно потрясающе интересно но самое интересное то что люди в общем то вот все это воспринимали не как богатство а как просто то что необходимо для жизни те вещи в том числе и золотые но золотые конечно они были уже в тот момент символом какого-то более высокого социального статуса итак я веду этот репортаж из археологического музея города варне в котором показывают демонстрируют коллекцию предметов найденных в 1972 году и вот поэтому сегодня выставка такая как бы юбилейная 45 лет тем находкам вот и я вам продемонстрировала тех людей те их технические возможности те изделия которые они изготавливали семь тысяч лет назад и вот этот очень важный момент потому что мы почему то считаем во всех учебниках истории написано про первые цивилизации мы знаем это шумер это египет но вот то золото которое обрабатывалось здесь оно было обработано за десять веков до того как появилась египетская цивилизация а ну что на этом я заканчиваю да вот еще я вам хоть сказала что меня просто потрясло что все сосуды которые здесь представлены практически все они имеют крышки то есть люди умели уже соотносить вот посмотрите мало того что здесь нанесен рисунок значит вот каждый сосуд имеет такую крышку крышка имеет ручку да для того чтобы было удобно пользоваться так ну на этом я буду заканчивать свой эфир я повторяю что мы с вами получили просто уникальную совершенно возможность вы сегодня вместе со мной побывали в варгинском археологическом музее для того чтобы посетить этот музей и увидеть коллекцию золота и увидеть коллекцию глиняных посуды изделий из кости изделий из мидий которые были вот по крайней мере на то что известны сегодняшний день это самые древнейшие в нашей европейской цивилизации приезжают сюда из европы люди не для того чтобы покупаться в море а для того чтобы побывать в археологическом музее и посмотреть именно на эту коллекцию я всем желаю хорошего вечера всего вам доброго с вами была Ольга из Варны и в 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 Продолжение следует...